Главное событие для духовной и образовательной Одессы. Наш город посетил митрополит киевский всея Украины Ануфрий. Владыка прибыл по приглашению почетного гражданина города Одессы, Одесской области, инициатора создания международной академической школы Одессы Сергея Кивалова, чтобы вместе с митрополитом одесским и измаильским агафангелом осветить храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который выполняет благую миссию при школе, а также осветить само образовательное учреждение. Свидетелем исторического события стали корреспонденты телеканала «Репортер». Митрополита киевского и всея Украины Ануфрия встречали благодарные прихожане храмов Одесской епархии, дети и просто одесситы, которые увидели первую в Одессе школу, построенную с нуля. Право открыть уникальное общеобразовательное учреждение Сергей Кивалов предоставил блаженнейшему владыке Ануфрию, вручив символический золотой ключ. Праздник светлый, день престольный, помолиться вместе с вами, то награда нам, владыка, посланная небесами. Хлеб и соль от нас примите, по евангельскому слову жить вы нас благословите, сохранить Христа основы. Чтоб любили своих ближних, нашу веру сохраняем и апостола Иоанна в сердце вечно прославляем. Оживает храм душой, приглашаем в дом родной, просим школу нам открыть и всех нас благословить. Давайте, три, четыре. Блаженнейший митрополит Киевский, всея Украины Ануфрии в сослужении высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измильского Гафангела и архиереев Украинской Православной Церкви совершили чин освящения храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В школе, которую построил Сергей Васильевич Кивалов, построен храм в честь апостола Иоанна Богослова. Он является покровителем тех людей, кто ищет разумных знаний. И мы верим, что апостол Иоанн Богослов будет помогать всем, особенно тем, кто будет приходить в этот храм, будет обращаться к нему с сокровенной тайной молитвой, кто будет стараться, хотя бы немножечко уподобляться апостолу, в его верности к Богу, в его любви к Богу и к людям. И мы хотим поблагодарить еще раз Сергея Васильевича, всех, кто был рядом с вами, кто вам помогал, сотрудничал с вами, владыку Агафанга, который благословил эти труды. Тут был пустырь, пустое место. И за короткое время, за 6 лет, вырос такой красивый комплекс, такой прекрасный храм построен здесь. Это говорит о том, что тут были приложены труды, многие труды, но здесь было Божие благословения. По окончании праздничной службы в честь освящения храма митрополит Ануфрий вручил почетному гражданину Одессы и Одесской области наивысшую награду Украинской Православной Церкви. Кивалов Сергей Васильевич нагороджуется орденом Украинской Православной Церкви Архистратия Божия Михаила, Онуфрий, митрополит Киевской всей Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви. Эта школа построена для самых маленьких. Эта школа и храм будет служить духовному воспитанию подрастающего поколения. Это нам сегодня очень важно. Я считаю, что мы пережили критические времена. Пережили, потому что сегодня светлая радость. Мы пережили, потому что сегодня мы имеем счастье принимать в вас, ваше блаженство, и сегодня искренне радоваться тому, что произошло. Примите самые искренние поздравления с этим. И мы приготовили вам благодарственную такую грамоту. Благодарственную грамоту с вашим вербом. И здесь написано, что мы думаем. В вашем приезде. Спасибо вам большое. Глубоко уважаемые. Спасибо. Митрополит Киевский всей Украины Онуфрий осветил помещение Международной академической школы Одесса, которое насчитывает 22 тысячи квадратных метров и включает учебные корпуса, так и на концерт-холл, танцевальный зал, школьное кафе, крытый спортивный комплекс с двумя бассейнами. Не видел, не приходилось такое видеть. Первый раз? Первый раз вижу такую красоту сделанную. И все для детей. Очень впечатлено, приятно и радостно, что заботятся так и дети. Дети – это наше мебутное. Это то, что мы должны вкладывать в свои силы, моральные, физические средства. Это самое лучшее вложение для человека, который радует детей. Потому что дети потом воздадут старицей добром, вниманием, любовью. Я думаю, что воспитанники этой школы будут продолжателями Сергея Васильевича его подвиги служения детям, служения стране. Они будут хорошими гражданами, хорошими специалистами, профессионалами. И они построят. Это только начало, а продолжение будет. Мы это делали искренне. Не зря Владыка Агафангел назвал эту школу школу будущего. Он сказал, что это школа будущего. И мы все повторяем за Владыкой. Говорим, что это школа будущего. Президент Международной академической школы Одесса Сергей Кивалов подчеркивает, это имеет огромное значение для всех причастных к строительству учебного заведения. У православных христиан ни одно дело не начинается без благословения Божьего. И это особенно важно, если речь идет о школе, в которой закладывается фундамент личности.